Я такого больше не видела, и как мне говорили местные жители, где жил Фредерик Шопен. Знаменитый магазин Махорика, где продается бижутерия высокого качества, мне напоминает Санкт-Петербург. Привет, друзья! Мы на Майорке! И сегодня я вам расскажу, что можно увидеть за два дня в ноябре, что вообще можно делать вне сезона на Майорке и стоит ли ехать. Ну что, поехали! Пальма-де-Майорка Это туристический сезон, а на Майорке есть. И после октября, то есть с конца октября, тут достаточно тихо и спокойно. Не важно, это центр или другие города, везде так пусть-то. Но начать я хочу не со столицы острова, а с красивейших городков, которые расположены в горах Трамунтана. Их, я уверен, должен посетить каждый турист, кто приезжает на Майорку. И начнем с самого первого города, в котором разворачивалась любовная история Фредерика Шопена и Жоржа Санд. Сейчас мы находимся в красивом городе Вальде-Мосса и в монастыре, где жил Фредерик Шопен. И тут его находится сельда, точнее камера. Монастырь, в котором провели свою зиму Фредерик Шопен и Жоржа Санд, расположен в очень живописном месте на горе, окружен зеленью. Сюда Фредерик приехал поправить свое здоровье. Но зима выдалась дождливой, нетипичной для Майорки, и он только ухудшил свой кашель. На самом деле, точно неизвестно, в какой келье жил Шопен, сейчас существует аж два музея в этом монастыре. Мы попали, правда, только в одну келью, вот за 5 евро, которая была открыта, второй музей был закрыт. Как для меня, я бы кельей это не назвала. Это как будто полноценная хрущевка, состоит из нескольких комнат, в которые вы можете посмотреть прелюдии, которые написал Шопен здесь, а также его пианино, которые он не смог увезти во Францию, и переписку Санд и Шопена со своими друзьями. Там очень множество писем. Не могу сказать, что меня этот музей сильно впечатлил, хотя там и играла музыка Шопена, но меня очень поразила терраса, и какой вид с нее открывается. Даже если бы не было Шопена, в городок Вальдемосса обязательно нужно приехать. Он просто невероятно красив, его улицы вымощены камнем, утопают в цветах. Ну какое путешествие без гастро-тура! И Вальдемосса вас удивит своим десертом, который называется Кока де Потатус, то есть он сделан из картошки. Но с нашей шоколадной картошкой не имеет ничего общего. И когда вы ее попробуете, вы даже не поймете, что оно сделано из картошки. Это как будто сдобная вкусная булочка. В Вальдемосса нужно приезжать, чтобы увидеть красивую осень. Например, в Андалуси ее почти не встретишь. Прогуляться по уютным улочкам и, конечно же, обращать внимание на разные детали. Город очень красивый. Покровителем города Вальдемосса считается святая Каталина. Такие керамические таблички вы можете найти по всему городу, почти у каждой двери. А также есть памятник, посвященный ей. И небольшая часовня, в которой можно прочитать даже на русском языке, почему ее причислили к лику святых. Ну а мы продолжаем путь еще в два красивых города в горах Трамонтана. Это Сойер и Порт-де-Сойер. Их нужно обязательно посетить. Они знамениты своим историческим деревянным трамваем, который функционирует аж с 1912 года, в больше ста лет. И начнем с порта Сойер, который находится в такой красивой громадной бухте и практически спрятан в ход с моря. Нам с погодой немножко не повезло. Эти дни было пасмурно, мрачно, но все равно безумно красиво. Трамвайные пути огибают бухту целиком и можно насладиться прекрасным видом. Кстати, каждый год король Испании приезжает на Майорку и проезжает со своими дочерьми на этом историческом трамвае. Причем сам маршрут построен так, что сначала вы едете на историческом поезде от Пальма до Майорки до города Сойер. И потом уже спускайтесь на этом историческом трамвае до порта. Я считаю, этот городок это идеальное место провести время на пляже, либо покататься на яхтах по живописным бухтам Майорки, а также отлично провести время в ресторане. Поужинать или пообедать с таким чудесным видом. Представляете, вообще вы на самой первой линии сидите, перед вами проезжает трамвайщик, вид на море, шикарно. Мне кажется, эти девушки согласны со мной, что вид на море чудесный. И даже скамейка со словом Esplendida это подтверждает. Нам имчимся, чтобы увидеть еще один городок за этот день, который называется Сойер. И трамвай нам посчастливилось увидеть много раз. Если вы захотите на нем прокатиться от Пальмы до порта Сойер, то цена в оба конца будет примерно стоить 35 евро. Но также можно сделать, что вы доедете до городка Сойер и уже просто на самом трамвайчике только до порта. Это будет значительно дешевле. Удивительно, что трамвай проходит прям между столиками кафе. И с видом на самый главный собор Сойера, Сан-Бартоломе. Представляете, это собор 13 века, а его фасад изменил в 20 веке бывший ученик Гауди. А это серое здание рядом с собором, это банк Испании, ну точнее банк этого городка Сойер. И его фасад преобразовал тот же самый ученик Гауди, Хуан Рубио и Бейвер. Если подняться чуть выше собора, вдоль трамвайных путей, то можно увидеть железнодорожный музей. В котором, конечно же, не только поезда, а еще коллекция картин Пикассо и Миро. На входе в музей нас встречает картина Хуана Миро «Черная женщина», если вы, конечно, ее тут разглядите. Это тот самый художник-модернист из Барселоны, который изобрел туристический символ Испании. К сожалению, мы пришли поздно и музеи уже были закрыты. Зато нас встретил вот смотритель музея, самый главный. А также увидели необычные скульптуры, какая-то невероятная высота женщина, путешественника, от которого сбежала последняя электричка, бедняга. Таким образом, за один день мы успели посетить аж три городка, Вальдемосса, Сойер и Пуэрто де Сойер. А следующий день мы посетим целиком Пальма де Майорке. Ну что, держим путь? Мы сейчас находимся с видом на главный кафедральный собор Пальма де Майорка. Он уникальный, он находится с видом на море. Там вообще буквально в нескольких метрах от него море. Я такого больше не видела. И как мне говорили тут местные жители, что он реально уникален. Не знаю, сколько таких в мире соборов, может быть, даже он один. На эту смотровую площадку вы просто так, конечно, не попадете. Она находится в отеле «Осталь Апунтадорис». В принципе, я думаю, тут комнат много. Можете затеряться и подняться на самый верх мимо ресепшена. И увидите такой классный вид. Причем эта площадка, она открыта и ночью, и утром. То есть все время, 24 часа в сутки. Мы с вами должны поблагодарить знаменитого каталонского художника Жанну Миру за то, что он уговорил властей оставить кусочек моря перед собором. Иначе мы бы наблюдали парковку машин. Эта часть крепостной стены и кафедрального собора мне напоминает Санкт-Петербург. Как будто мы вышли из Петропавловской крепости и гуляем вокруг. Только тут море, а там неба. Собор красив не только снаружи, но и внутри. И чтобы в него попасть бесплатно, расскажу вам лайфхак. Приходите на мессу, который обычно там три раза в сутки. Как я видела, было в 10 утра, в 12 часов дня и в 7 вечера. Приходите, наслаждаетесь мессой и внутренним убранством собора. И вот эту громадную люстру над алтарем сделал сам Гоуди. И витражи, то есть все внутреннее убранство. Просто поражает. Очень красиво. Но мы схитрили. Мы мессу так и не послушали. Мы пришли минут за 15 до начала мессы. Быстро все посмотрели за 10 минут и вышли. Недалеко от собора находится знаменитый магазин качественной бижутерии Махорика. Мне друзья еще в России дарили эти украшения. Вы, наверное, тоже с ними знакомы. Но я вас разочарую, эта бижутерия производится в Китае, а не на Майорке. Как и многие вещи сейчас. Также не ищите тут натуральный жемчуг. Он весь искусственный. Абсолютно весь. Наши друзья с Майорки нам это рассказали. Просто нет столько жемчуга в море, чтобы на всех туристов хватило. Что можно попробовать или купить на Майорке? Я вам уже показала, что есть знаменитый магазин Махорика, где продаются бижутерии высокого качества, хоть жемчуг и не натуральный. Еще что обязательно нужно попробовать их знаменитые десерты. Это инсаймада и кока де потатас, которая знаменита городом Вальдемосса. Хоть это булочка и из картошки, но картошку вы не почувствуете. Еще что есть на Майорке? Например, вот эта знаменитая марка Аббасину. У меня рюкзак от нее. Он именно продается на Майорке. И еще могу посоветовать, если вдруг вы полетите, допустим, на остров Минорка, который соседний с Майоркой, чуть меньше размером, в нем есть знаменитое мороженое для Миноркино, которое по всей Испании продается. И еще знаменитые сандалии, тоже Миноркинос. Они такие плоские. Я сейчас покажу на фото. А марка сумок, рюкзаков, аббасину вы можете найти в любом магазине El Corte Inglés, тоже по всей Испании. И не нужно ехать на Майорку. Но вдруг тут выбор больше, не знаю. Мы не успели за два дня его посетить. Давайте прогуляемся по Пальме. Я считаю, что нужно идти туда, куда глаза глядят. И не смотреть ни на какие путеводители. Тогда ты по-настоящему прочувствуешь город и пообщаться с местными жителями. А также обращать внимание на красивые детали, которые скрыты. И бывает не сразу заметишь. Я обожаю просто уличное искусство. А так в Испании жарят каштаны. Причем это встретить, мне кажется, в любом городе с наступлением холодов. У нас в Малгии это где-то в середине октября появилось, хотя еще было достаточно жарко. Но и на Майорке их тоже жарят, хотя вроде они тут не растут. Посмотрим на главную площадь города Майорки, которая называется Пласа Майор. Как и во многих испанских городах. Она совсем небольшая на самом деле. Допустим, в Саламанке, в Мадриде они просто громадные. Но стиль похожий. Вот такие прямоугольные площади с арками. Улица старой части Пальмы до Майорки настолько узкий, что машинам приходится аж протискиваться между ними. О тротуарах для пешеходов я вообще молчу. И жители Майорки паркуют машины вот в таких патио. Причем это явно бывший дворец. Их огромное количество тут. Что вам напоминает это здание? Это здание сделали ученики Антонио Гауди. Прям чувствуется его стиль. Безумно красиво. И внизу находится булочная. И, конечно же, там продаются энсаймады. Посмотрите, какая очередь. Что меня удивляет, несмотря на то, что Майорка очень спокойный город вне сезона, но вот улица с магазинами, и они открыты в воскресенье. В Малге такого нет. Даже в туристический сезон. Такие аппараты есть по всему городу. Можно наполнить свою бутылку питьевой водой. Наверное, это работает так. О, точно. Очень удобно. С жаждой вы не умрете на Майорке. А вот из этого фонтанчика я бы вам не советовала пить. Видите, донат-дринк. Ну и напоследок хочу вам показать очень красивую бухту недалеко от Пальмы до Майорки. И также рассказать о главном минусе этого острова. А то я вам все про плюсы да плюсы. Конечно, остров очень красивый, но в нем есть своя ложка дегтя. Самый главный минус, что остров достаточно дорогой. Кафешки в центре города раза в полтора-два дороже, чем в Андалусии. Также съем жилья дороже значительно. Но местные жители не богаты и братино. У многих зарплата может быть такая же, как и в Андалусии. Я была очень делена, потому что, к примеру, Барселона и Мадрид дорогие города, но там и зарплата, соответственно, выше. А на Майорке все не так. Друзья, я думаю, что мой выпуск был полезным. И вы поняли, что можно увидеть за два дня на Майорке. Что погода тут такая переменчивая в ноябре и вообще не в сезон. Можете попасть на дожди. Но если вам хочется увидеть остров без туристов, такой полубустой, аутентичный, когда вам уже не хочется купаться, хочется просто гулять и наслаждаться Испанией, приезжайте, посмотрите. Это стоит того. Остров очень красивый. Тут много бухт и красивая архитектура. Я уверена, вы не пожалеете. Ну что, до встречи. Адьос. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!